Комфортная городская среда. Муравленковцам презентуют объекты благоустройства общественных территорий. Полный доступ. Общественники оценили степень адаптации соцучреждений для маломобильных граждан. До финала остаются считанные дни. Галоконцерт проекта «Поющий город» состоится 2 апреля. С 26 апреля по 30 мая жителям города предстоит расставить приоритеты и решить, какая общественная территория в Муравленко уже в следующем году полностью преобразится. Из трех дизайн-проектов благоустройства необходимо выбрать один. Презентацию дизайн-проектов благоустройства провели в парке культуры и отдыха в День оленевода. На улице Морозну жители города, которые привыкли быть соучастными в формировании в Муравленко комфортной городской среды, подходят один за одним, задают вопросы и детально изучают общественные территории, которые планируются благоустроить в следующем году. Сейчас мы представляем дизайн-проекты благоустройства территории, за которые необходимо будет потом проголосовать на платформе обратной связи. Это до конца апреля. И, соответственно, какую территорию граждане выберут, та и будет реализована в 2022 году. Три общественные территории, жители города их ждали и принимали участие в их создании. К разработке планов специалисты подошли комплексно. Все они разные по функционалу, наполнению и архитектурным решениям. Первый проект «Сквер Победы» будет обустроен в микрорайоне Юбилейном рядом с нынешним ЗАГСом, а само здание станет музеем боевой славы. «Сквер Победы» – это второй этап. Первый этап «Аллею славы» мы реализовали, а второй этап – это вот у нас «Сквер Победы». Благоустройство территории, включает в себя организацию мемориальной зоны, где у нас будет и установлен памятник воину-освободителю, вечный огонь. В зоне для проведения мероприятий с четырех сторон разместят демилитаризованную военную технику. Будет серия флагов на постаменте и гранитная стена с фотографиями героев бессмертного полка. Парковка, озеленение, современное разноуровневое освещение и видеонаблюдение. А при входе в «Сквер» установят стеллы с наименованиями городов-героев. Еще один проект планируют реализовать в микрорайоне Солнечном между улицей Дружбы народов и пятой школой. План обновленной территории наполнен современными решениями и функциональным зонированием. Будет обустроена велодорожка, веревочный городок, прогулочная зона. Украсят новый сквер скульптура в виде книг, скамьи с фигурами классиков, малоархитектурные формы, вазоны с цветами и многое другое. Третий проект – это игровая площадка в микрорайоне Ямальский возле третьего дома на улице украинских строителей. Кстати, обустройство этой территории – это один из наказов избирателей депутатам городской думы. Площадку планируют поделить на спортивную зону с уличными тренажерами и игровую для детей разных возрастов. Будут обустроены проезды, ливневки и парковочные места. Все три проекта очень интересные, они абсолютно все разные. И все они как раз основаны на потребностях и желаниях наших жителей. Поэтому мы сейчас объясняем, рассказываем. И вот в этом сейчас наша ключевая задача. А выбор будет за нашими жителями. Жители города делятся мнением. Многие уже определились, за какую именно территорию отдадут свой голос. Замечательно. Конечно, все это для жителей, все это очень благоустроено теперь. Мне кажется, даже лучше, чем в том же Ноябрьске. Не знаю, вот более таких вот слов для прогулок, для того, чтобы детки могли поиграть, родители отдохнуть. Мне очень нравится, что 5-я школа. Там вообще какое-то такое неблагоустроенное совсем место. Очень интересно, потому что город развивается, видно. И новое вдохновение. И очень интересно, что получится. Если будет вариант за два, то за два. А так за юбилейный сквер Победы. Потому что, наверное, нести память и давать детям – это очень важно. Последнее слово за жителями города. Из трех проектов реализует в будущем году только один. Тот, который в ходе голосования наберет наибольшее количество голосов. Отдать свой голос можно будет в течение пяти недель с 26 апреля по 30 мая на платформе для голосования. Принять участие в нем сможет каждый житель города старше 14 лет. А пока на различных площадках жители продолжат знакомить с проектами. О планах по благоустройству города и как голосовать муравленковцам расскажут и добровольцы. Штаб волонтеров уже сформирован. Сегодня он насчитывает более 40 человек. Добавлю, что работы по благоустройству общественных территорий запланированы в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Это одно из приоритетных направлений национального проекта «Жилье и городская среда». Он успешно реализуется в городе с 2016 года, обеспечивая комплексное развитие современной городской инфраструктуры, опираясь исключительно на мнение жителей. Алена Гафарова, Антон Иванов. Новости Муравленко. На Ямале завершился набор добровольцев – волонтерский корпус проекта формирования комфортной городской среды. К нему присоединились 570 жителей округа. С 26 апреля по 30 мая, а именно в эти даты состоится голосование, добровольцы помогут северянам выбрать общественные территории, приоритетные к благоустройству в 2022 году. Голосование впервые пройдет на новом всероссийском портале 89.городсреда.ру. Волонтерам сейчас будет проводиться обучение на федеральном уровне. Сначала их научат по работе с приложением, с площадкой, как голосовать, как привлекать людей. Потом мы пройдем обучение уже на муниципальном уровне, расскажем им о территориях, о которых они должны будут рассказывать, потому что многое зависит и от волонтера, как он расскажет, как он сможет завлечь людей, проголосовать за территорию. Преимущественно волонтеры будут работать на информационных точках, которые разместят в МФЦ. Также добровольцев можно будет встретить в крупных торговых центрах и на общегородских праздниках. Представители общественной палаты Муравленко посетили пять городских учреждений и оценили их доступность для маломобильных граждан. Особое внимание уделили наличию пандусов, подъемников и других объектов доступной среды. Общественники побывали в пяти городских учреждениях социальной сферы. Отмечу, в городе успешно реализуется муниципальная программа «Доступная среда». Согласно дорожной карте, к 2030 году доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья станут 43 городских объекта. В прошлом году в рамках программы соответствующие мероприятия по адаптации объектов для маломобильных граждан провели в девяти учреждениях. В 2020 году у нас проводились мероприятия на двух объектах культуры и молодежной политики. Это МКМИ и ЛИРА. Они стали у нас полностью доступны по итогам проведенных адаптационных мероприятий. И были проведены мероприятия адаптационные на семи объектах. Это были дошкольные учреждения. В целом, в ходе рейда общественники серьезных нарушений не выявили. По мнению представителей общественной палаты, социальные учреждения города доступны для маломобильных муравленковцев. Наверное, хочется сказать, что город Муравленко заботится о своих людях. Ну и в том числе о лицах с ограниченными возможностями маломобильных граждан. Ну и все, что тут можно сказать. Дальнейшие наши действия. Ну, также продолжать проверки. Если какие-то мы где-то обозначили проблемы, мы будем дальше смотреть, исправили ли эти проблемы учреждения. Российские регионы в марте получат более 6,5 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется, что в апреле и мае поступит еще в общей сложности 30 миллионов доз вакцины. Сейчас вакцинация от коронавирусной инфекции производится в 4,5 тысячах больниц и более чем в тысячи мобильных пунктов по всей стране. На Ямале уже начали прививать оленеводов второй дозы препарата. Всего в округе вакцинацию прошли более 28 тысяч ямальцев. Муравленковцы могут записаться на прививку через колл-центр городской больницы по телефону 8 800 272 19. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в шести муниципалитетах округа. Под данным регионального управления Роспотребнадзора на Ямале получено 26 положительных тестов на COVID-19. Из этого количества заболевание подтвердилось у двух вахтовых рабочих. Еще 24 человека заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество положительных тестов получено в Новом Уренгое – 19. У Муравленка за сутки один новый случай. Всего на Ямале госпитализировано 139 пациентов, 12 – в тяжелом состоянии. Выздоровели за сутки 35 человек. Количество летальных исходов выросло до 406. За сутки от коронавируса скончался один пациент в Салихарде. Согласно приказу Минцифры, с 1 мая россияне смогут продавать и покупать машины при помощи портала Госуслуг. При этом автовладельцам необходимо будет следовать определенному регламенту. Воспользоваться сервисом могут только физлица в сегменте авто с пробегом. Для успешной сделки продавец должен предоставить полный пакет документов, ПТС и полис ОСАГО. Владельцу также нужно будет определиться с будущим номером. Его можно оставить за собой или продать вместе с автомобилем. Полностью остановиться на онлайн-формате не получится. Покупателю все же необходимо осмотреть автомобиль перед покупкой и встретиться с продавцом. Необычная церемония бракосочетания прошла в городском ЗАГСе. Свадьбу сыграла молодая пара представителей коренных народов Севера. Обручальными кольцами обменялись Борис Вылла и Акулина Покачева. Под звуки марша Мендельсона в зале бракосочетаний появляется пара Бориса Выллы и Акулины Покачевой в национальных костюмах, расшитых бисером. Для церемонии их готовили практически неделю. Борис и Акулина, как и многие другие современные молодые пары, познакомились в интернете и полюбили друг друга. Борис уже через месяц знакомства сделал предложение любимой. И вот спустя время влюбленные скрепили союз узами брака. Прошу ответить вас. Готовы ли вы стать родными людьми, доверить свои судьбы друг другу? Обещаете ли вы любить и оберегать, понимать и уважать, верить друг другу? Является ли ваше желание вступить в брак искренним, взаимным и хорошо обдуманным? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу ответить вас, невеста. С 19 марта на Ямале сняли все ограничения по количеству приглашенных гостей в ЗАГСах. А потому, кроме молодых, в зале родные, близкие, друзья. В этот день новой семье желают только самого лучшего. Крепкой семьи, здоровья, счастья. Самые трепетные и теплые поздравления традиционно звучат от родителей. Молодых также пришли поздравить заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Татьяна Миронова и координатор партийного проекта «Единая Россия. Крепкая семья» Валентина Полынова. Я думаю, у вас все получится. И я желаю, чтобы через 50 лет вы свой юбилей свадьбы, золотую свадьбу, отметили также в стенах Муравленковского ЗАГСа. В добрый путь. Сегодня отличается Международный день счастья. И я от всей души вам желаю, чтобы ваша семья была счастливой, чтобы вы поддерживали друг друга. Все будет на жизненном пути. И радости, и, может, какие-то проблемы. Но дай Бог, чтобы вы понимали, что вы друг у друга есть. Теперь уже муж и жена Борис и Акулина с благодарностью принимают поздравления. Оба уверены, что семья – это самое важное, что есть в жизни у человека. «Современная семья должна быть крепкой и любящей. Важно сохранить понимание и любовь». Обменявшись обручальными кольцами, молодожены Борис и Акулина проводят национальный обряд поклонения березе и подвязывают цветные ленты на ветви, чтобы их семья была крепкой и счастливой. День свадьбы молодоженов совпал с праздником – Днем Оленевода. В парке культуры и отдыха, где проходили гуляния молодых, приветствовали все знакомые и просто прохожие. Со сцены в их адрес звучали самые добрые слова. Ну и, конечно же, не обошлось без подарков. От регионального общественного движения «Ямал потомкам» и «Сугмута Пикутинской общины» молодым вручили подарки – бензопилу и телевизор. А после Акулина по традиции бросила букет невесты. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Антон Иванов. Новости Муравленко. До финала проекта «Поющий город» остаются считанные дни. Уже 2 апреля на сцене Дома культуры Украины состоится первый гала-концерт участников. Команды активно готовятся к выступлению на большой сцене. Ведь для многих оно станет дебютным. Сцена импровизированная. Вместо микрофонов пока мобильные телефоны. А вот голоса звучат вживую. Команда 6-й школы отрабатывает не только исполнение, но и каждый шаг, каждое движение. У куратора Ленины Лисицкой не расслабишься. На вечерней репетиции усталость снимают как рукой. Команда отрабатывает на все 100%. Вот преподаватели, как дети. В рабочее время они педагоги, а после уроков ученики. Даже свою команду назвали «Back to school» – снова в школу. Полтора месяца занятий прошли не зря. Участники проекта здорово преуспели. Хотя трудности, конечно, были. Ведь все начинали с ноля. Педагоги 6-й школы в проекте участвуют не впервые. В третий сезон они ворвутся с энергичной песней группы «Любе» от «Волги» до «Енисея». За полтора месяца репетиции слова выучила не только вся команда, а даже семьи и коллеги, которые не участвуют в проекте. У нас дома уже все семьи поют, у каждого причем. И дети, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы. Даже на работе умудряемся в обед посидеть, попеть, обязательно прорепетировать, потому что надо спеться. Команда педагогов уже вышла на финишную прямую. Осталось почти две недели, чтобы отработать все до мелочей. В процессе того, что мы уже выучили, самые тазы прошли, сейчас мы стараемся уже музыкой заниматься непосредственно. То есть, чтобы песня получила какой-то образ. Понятно, что у нас своя концепция песни, свое видение какое-то. Мы ее, может быть, немножко по-другому даже увидели, не так, как поет группа «Любая». Но вот так, как мы ее увидели, так мы постараемся донести до слушателей. Сложно, интересно, интригующе. Так говорит о проекте команда детского сада «Дельфин». В поющем голосе они не новички, но каждый сезон коллектив обновляется. Для Татьяны Стоколас, заместителя заведующего, это первый опыт участия в подобном проекте. Это очень сплачивает и, в принципе, наверное, на это был и ориентирован этот социально значимый проект. Нам очень интересно общаться вне рамок рабочего времени и видеть каждую, как кто трепетно готовится, волнуется, готовит антураж, кто-то движение и так далее. Очень интересно работать с нашими коллегами. Всего два месяца на подготовку. Выбрать песню, поставить голос, научиться работать в команде, продумать костюмы, театрализовать номер. Казалось бы, невыполнимая задача. Но для этих смельчаков нет ничего невозможного. «Действительно сложно, но желание, наверное, движет, да? Потому что только вроде как будто бы научились держать свою партию, а при этом надо, чтобы еще и ноги наслушались, и руки. И не забывать, что все-таки все это ориентировано в зал, и должно быть все погружено в зал. Очень сложно, мы стараемся, но думаем, что все будет отлично». Певцы признаются на жеребьевке, надеялись, что их наставником будет Антонина Чимовских. Чтобы привлечь удачу, даже команду назвали «Тоника». Сила мысли творит настоящие чудеса. Теперь они вместе и готовы свернуть горы. Песню выбрали сложную, но ничуть об этом не жалеют. Известная композиция Луи Армстронга будет сочетаться с русской народной песней. Но не будем раскрывать все карты. Как говорится, лучше один раз увидеть. «Мы подготовились, но, конечно, работа еще есть. Мы за эти две недели постараемся все исправить. И на сцену выйти уже стопроцентной подготовкой. Показать себя, свет, костюмы, зритель, который будет сидеть в зале. Это уже будет совершенно другой взгляд, другие эмоции». До финала остались считанные дни. Тем волнительнее признаются артисты. Но верят в свои силы. Уже 2 и 3 апреля жюрист может оценить выступление, а зрители насладиться зажигательным гала-концертом. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Петр Князев. Новости Муравленко. Для семьи Муравленко провели вкусные мастер-классы с участием профессиональных поваров и кондитеров. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Семья Муравленко». Это один из этапов реализации проекта «Мы вместе». Кулинарный мастер-класс «Сладкая фантазия». В меню печенье, пирожные и другие кондитерские изделия. Вооружившись фартуками и перчатками, родители и дети увлеченно замешивают и раскатывают тесто на пирожное картошка. А бисквиты украшают заварным кремом, сахарной пудрой и даже съедобными бусинами. Мы уже не первый раз участвуем в центре «Семья» в таких мероприятиях. Очень нравится детишкам, замечательно. Новый коллектив, общение, радость. Я пришла с детьми со своими, с двумя. Старшая не получилась, а двое пришли, мы приготовили вкусные пирожные. Обычно такие мастер-классы проводятся редко, но все дети их любят. Сын Ирины Данил в восторге от происходящего. Мне очень сильно понравилось. Я пришла делать блюдо и также повеселился, когда танцевали. Мне понравилось делать блюдо-сосиску, потому что она делается, и руки не морочатся, и мне понравилось сильно. Каждое движение участники этого мастер-класса выполняют под чутким руководством профессиональных поваров и кондитеров. Дарья Морозова работает в детском саду «Солнышко». Она – профессиональный повар. На мастер-классе делится знаниями и мастерством с детьми и их родителями. Не просто объясняет на словах технику приготовления разных блюд, а показывает все наглядно, чтобы было понятнее. Это блюдо, которое не требует специального приготовления, то есть термической обработки и каких-то специальных навыков для готовки. Мы видели, что детки некоторые немножко мешкались. Мы подходили, им помогали, показывали, как правильно сделать, соединить все. Поэтому я думаю, что дети довольны. Кроме практической составляющей была еще и теоретическая – образовательная часть. Здесь участники могли узнать много нового и интересного об истории возникновения тех или иных кондитерских изделий. То, что в древних веках шоколад был очень дорого, и только богатые могли его есть, а бедные не могли. Проект «Мы вместе» – это серия творческих мастер-классов и конкурсов, которые на протяжении нескольких месяцев будут проходить в Муравленко. Его реализация стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе Фонда президентских грантов. Уже в начале апреля в Муравленко пройдет конкурс «Кулинарная семья». Его проведет общественная организация «Семья Муравленко». Анастасия Попова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова